Так, ну что, всем привет! Как Артур уже сказал, сегодня поговорим про IoT. Вообще идея этого тока появилась у меня спонтанно, скажем так. Связано это с различными пересечениями с такого типа проектами и разным видением людей с разных департаментов, особенно разным взглядом на эту тему. Поэтому сегодня я хотел бы именно консолидировать свое понимание, попробовать немножко, возможно, изменить ваше. Если кто-то изменит свое понимание, я буду только рад. Или наоборот, вы мне поможете что-то исправить. Разговор мы будем вести на тему, ну, по большей части, бэкэнда, потому что мы тут все связаны с бэкэндом, немножко заденем эдж. И в целом, как эта платформа может выглядеть в конце. Под конец мы попробуем собрать архитектуру, которую я предлагаю. Это чисто имхо, поэтому это не обязательно использовать как факт. И, естественно, обсудим ее в конце. Любые вопросы – welcome. Так, немножко по адженде еще разок. То есть начнем мы с просто конкретного юзкейса, потому что разговор я буду вести в контексте одного из проектов. Но не совсем как бы напрямую проекта, но его домена. То есть мы не будем касаться конкретной платформы, но полностью посмотрим на платформу со стороны этого же домена. Дальше мы поговорим про различные видения, которые, в частности, можно гуглить в интернете. Эдж Клауд, Индустрия 4.0, Диджитал Твины, очередной базоверт, который мы имеем. Ну и закончим картинкой, как я сказал. Начать я хочу, на самом деле, с самого конца. Клиент хочет видеть продукт. Что это значит? Ну, начнем немножко с истории. То есть когда-то, давно, вообще самый мой первый проект в индустрии IT, он тоже был связан с IoT. Ну, в тот момент не совсем это так считалось, но на самом деле так и было. То есть домен был медицинский. Это были так называемые аеды, это автоматизированные дефибрилляторы, которые висят по всему миру в различных публичных местах. В частности, кто путешествует, может их найти в каждом аэропорту. Я когда-то даже летал и сфоткался именно с нашим, то есть нашего производителя. То есть они реально висят, они реально используются, убивают людей. Какой себе электрический терминатор, он либо спасет, либо привьет. В частности, был кейс, когда, к сожалению, прибило. Но там были ошибки людей, скорее, чем девайс. Так вот, эти дефибрилляторы висят. Они, в принципе, очень слабо связаны с клаудом. Вообще клиент о них мало что знает. И на тот момент его интересовало хотя бы что-нибудь. Вот тот самый кейс JustData. То есть, пожалуйста, скидывайте. Пусть девайс будет уведомлять, на что он жив, хотя бы раз в день. Есть ли какие-то кейсы. Пусть он скидывает кардиограммы, пусть он скидывает состояние пациента, информацию о месте, где это произошло, кто это делал, кто прибивал его или кто там. И эта информация в дальнейшем будет использоваться. На мобильных приложениях доктора сядут анализировать, ну и так далее. И этого уже будет достаточно. То есть, это уже будет круто. Окей, мы на тот момент это сделали. Второй там был, ой, круто. А теперь давайте, чтобы этот девайс вообще умел обновляться по воздуху. Ну, каким-то образом. Он будет сам, допустим, нас пулить раз в какое-то время. Мы ему будем говорить, да, для тебя есть прекрасный апдейт. Ну и каким-то образом прокидывать. Это уже была киллер фича. То есть, на тот момент это было настолько в зародыше, что все, что делалось с embedded частью, оно было ни хрена ни с чем не связано. Оно жило своей жизнью. Оно не знало, где оно, что оно и на чем оно вообще нужно. Кроме как конкретной своей задачи. Там бахнуть током, снять показатели температуры, ну и так далее. Какие-то примитивные вещи. В общем, мы это сделали там с какими-то проблемами. То есть, это на тот момент было весьма сложно. И это уже продалось целиком как платформа. И уже стало для них киллер фич. И они говорили, что обогнали своих конкурентов примерно на год в своем продукте. Дальше клиенты стали, естественно, более придирчивые. Хотят все больше и больше. Я и сказал, давайте сделаем теперь фаст дейт. Нас не устраивает, что он обновляется или присылает данные раз в сутки, раз в двое суток. Нам нужно, чтобы они прилетали хотя бы раз в минуту. А в идеале к секундам приближались. То есть, чем быстрее мы что-то получаем, тем быстрее мы можем получить что-то дальше, какие-то инсайты, что-то узнать. Поэтому мы пришли к фаст дейте. Солюшн, естественно, эволюционировал. В дальнейшем мы получили инсайты. То есть, мы начали не просто потреблять эти данные, а анализировать их. Мы их потребляем, скидываем в какой-то ДВХ на тот момент. Там что-то строят, какие-то репортики, и у кого-то писат красивый дашборд. Потом они сказали, окей, дашборд-то круто, но мы его получаем через час, но надо, чтобы эти дашборды обновлялись раз в 10 секунд, иначе мы не можем контролировать, может, у нас там ток как-то прибивает. То есть, эволюция требований в этом аспекте. Дальше они сказали, окей, у нас есть данные, теперь нам нужно строить эту платформу над ними, нам нужно опишки, сервисы, какие-то сасы над пасами делать, что хотите, куча конструкций над этими данными. Эти данные должны не просто валяться, а реально работать в реальном времени с всей платформой. Как следствие, это постепенно пришло к инсайтам, инсайты и платформы над этим пришли к тому, что эти инсайты не просто зависали в воздухе для людей, которые могут посмотреть, но что-то там понять, но и в реальном времени подтюнивать конфигурацию, всякие voltage, батарею, чтобы она меньше потребляла тока и так далее. Прямо в реальном времени обновлять конфигурацию по воздуху. Соответственно, вся эта платформа, по сути, на этом этапе уже замкнулась. У нас есть поток данных, у нас есть какой-то инсайт, и этот инсайт приводит к изменениям на настоящем девайсе. Соответственно, эта система немножко эволюционирует в постоянном режиме. На сейчас этого уже тоже недостаточно. Сейчас уже тренд на симуляции, например, для нашего клиента в частности, я чуть тоже о нем расскажу, но они не хотят много времени тратить на тестирование на настоящем девайсе, потому что очередь целая выстраивается, у них куча команд, куча приложений, очередь выстроится, и хрен его знает, когда мы вообще что-то потестим. Нам нужно прямо сейчас, прямо здесь, и чтобы скорость разработки не останавливалась, ну, увеличилась, по сути, с каждым днем. Следующий этап после симуляции – это полноценный Digital Twin, который не просто содержит данные, опять же, о чем мы поговорим, на нем уже рано все симуляции, на нем какое-то обучение производится, он автоматически узнает о себе все необходимое, новые там машины, модель машинного обучения, новые алгоритмы, новые конфигурации, которые на лету должны быть применены настоящей, то есть полный цифровой клон. И вот только к этому моменту мы приходим к полной автоматизации. То, о чем сейчас говорят на выставках различных, особенно IT-связанных, полная автоматизация, наш там девайс, наш там танк автоматический, наш беспилотник-дрон, он полностью автоматизирован, он полностью автоматический. На самом деле это брехня, потому что автоматизация – это не значит, что он может не врезаться в людей, если это какой-то комбайн, он может его не потрошить людей, если они попадают под жернова, просто остановиться вовремя. Это не автоматизация, это просто он умеет делать примитивный анализ и не делать какой-то бред прямо на ходу. Но если мы говорим о автоматизации, то здесь идет речь еще о том, что этот девайс знает о его окружении, о том, что он контактирует с другими девайсами. Он автоматически себя обновляет, он применяет какие-то новые алгоритмы на себя, которые обучены где-то автоматически дополнительным образом. Он знает о задачах, которые ему осанятся извне. Он знает, в принципе, где он находится, условный GPS, но не только GPS, но еще и детали вокруг своего окружения. И он может уведомлять, например, каких-то специальных людей, что у него тот самый predictive maintenance, что у него скоро менять покрышки и так далее. То есть это уровень, когда мы говорим о реальной автоматизации. Потому что если просто ездить, это просто робот-болванка, которая, по сути, что-то делает, но большого бенефита не приносит. Так вот, возвращаясь к фразе client wants a product. Частно бывает, компании, сервисные особенно, к ним приходит клиент, говорит, мы хотим там… Ну вот последний кейс, один из был пресейлов, чуваки из аэропорта, они пришли, сказали, мы хотим сократить время посещения, время, за которое люди приезжают на самолет. Часто летают, понимают, что это основная пупобой, ты приезжаешь, там за три часа, потом еще рейс куда-то переносится, и ты сидишь 4-5 часов до того, как ты вылетишь. На самом деле это куча времени, уже устал, не хочешь никуда лететь, и вообще на этом закончить было бы прекрасно, но ждет еще целый трип. Так вот, они продумали, что было бы классно, если бы их система позволяла уведомлять людей, конкретного человека по его конкретному рейсу, условно на телефон или там смарт-часы, о том, что уже пора бы выдвигаться. И тогда мы сократим время нахождения в аэропорту до часу-полутора. Это на самом деле звучит очень прикольно, особенно, опять же, для тех, кто много летает. Это можно так посчитать, если ты условно два полета в месяц, там, сколько нервов ты сохранишь. Вот, и у них был поток данных, много потоков данных, в частности, информация о самолете, информация о расписании, какие-то там пересмотры, видеокамеры на стойках регистрации, видеокамеры в коридорах, видеокамеры на паспортном контроле. Все эти данные должны были в реальном времени анализироваться. Очереди, количество, там, задержки самолетов, вот это все абсолютно. Скорость заправки этого самолета, есть ли топливо, там, и так далее, разгрузки чемоданов. Все вот это агрегируется, и на основании всех этих данных тебе приносится крайне примитивная, на первый взгляд, вещь. Это сообщение, вам пора. То есть, выглядит как будто бы, о, а у тебя платформа, у тебя там какие-то камеры, ты-то посмотрел, хоп-хоп, и все, у тебя пришло сообщение. На практике за этим всем стоят сотни часов работы, сотен людей, довольно высокооплачиваемых. То есть, это крайне сложная платформа, это требует огромного вовлечения со всех сторон. Ну, это как пример. Соответственно, клиенту ты не продашь. Вот смотрите, у нас есть имельщик, который умеет там, условно, распознавать человека. То есть, вот есть камера, он там человека распознает. Ему, ну, классно, что у вас есть, но у вас есть моделька, дальше что с ней делать? Как она интегрируется в мою платформу? Что мне с этим делать? И вот это, на самом деле, очень частая проблема, потому что, ну, в частности, в сервисных компаниях, я сейчас не говорю ни про софтсерф, ни про каких-то конкурентов, просто гипотетически, что приходит клиент за продуктом, а ему говорят, а мы умеем девайсы к клауду подключать, или мы умеем тут распознавать людей, или какую-то ржавчину, ну, и так далее. И как это все собрать в продукт, да черт его знает, на самом деле. Та же проблема и у различных вендоров, связанных с, условно, ДВХ-солюшенами. Я, когда готовился к этому току, я сразу зашел в инет, вбил слово IoT-платформа, именно IoT-платформа, не IoT-дата-платформа, не IoT-этж, там ничего, просто платформа. И посмотрел, что вообще предлагается в контексте этой мысли. И там, кто продает ДВХ-солюшен, и они рассказывают там, что вот все, вы вкачали, класс-класс, у вас есть дашборды, это IoT-платформа. Кто продает какие-то Edge-коробки, говорит, да блин, наша коробка, вы ее тут подключили к клауду, скинули какие-то файлы, все, она работает, все отлично, это IoT-платформа. Клауды, мы о них еще поговорим, говорят свое, понятное дело. Ну, то есть каждый продает свой продукт. Так, ладно, на этом закончу, это можно далеко уйти. Начнем с кейса, то есть Smart Agriculture. До недавних пор, относительно недавних, для меня Agriculture был, ну, выглядел следующим образом. Есть какая-то старая развалина, есть специальный мужчина, он заправил развалину, трактор в частности, он заправил себя, поехал кататься. Иногда он заправил себя до того, как заправил развалину, и никуда уже не поехал, и, как следствие, наш владелец поля, наш гровер на английском, я уже подобрать русское слово не могу, короче говоря, владелец, агрихолдинг, назовем его так, уже потел кучу денег. Сегодня он не поехал, завтра у него жесткие заправки, там, на протяжении двух недель, и, в принципе, он уже не в состоянии работать. Как следствие, Наполеон, там, гниет условно пшеница, он не поставил ее вовремя своим потребителям, все в минусе, все бабки летят вниз. Короче говоря, это прям печально. И, в моем понимании, агрихолдинг был такой. В лучшем случае, ну, то есть, какой-то более-менее современный трактор, который ездит, у него там косилка, он там подрезал что-то, собрали и поехали. Оказалось, что это вообще не так. И, на самом деле, к чему все это идет? К полной автоматизации. Наш клиент там уже даже показывал на одной из выставок своего потенциального робота, но пока что объективно, судя по тому, из того, что я знаю из нескольких компаний, они далеко еще не готовы к такому, но активно движутся. То есть, основная идея, к чему они хотят прийти, через N лет, допустим, 5-10, это полная автоматизация работы на одной ферме, при этом, опять же, сейчас там тренд – это общение двух тракторов, комбайнов, чего-либо еще, каких-то роботов, назовем их так, прямо на поле общения между собой, они выполняют общую задачу, условно, едет комбайн, срезает пшеницу, скидывает соседнюю машину, машина, естественно, без водителя, и комбайн без водителя, они просто знают, едут вровень по необходимой траектории и не должны отклоняться. Но это как первый этап. В дальнейшем они не просто ездят по траекториям, они еще умеют сами, исходя из информации, которую им доставляет клауд, понимать, где они находятся, плюс их сенсоров, энное количество камер и так далее. То есть, они уже понимают, они не просто болванчики, ездящие по треку, они уже как бы самостоятельные. Но идея, конечно, вот такая, полноценная. То есть, здесь стоит чувачок какой-то, у него единственная роль – это следить за тем, что происходит. Ну, тут мы с планшетом потенциально, это любой UI. Просто смотрим, наблюдаем, как все это собирается, сколько тонн, как это все работает, где что заправлять надо и так далее. То есть, первое, что я сказал, machine-to-machine data transfer. Дальше какие-то предсказания, связанные с Harvest. То есть, это сколько, куда, зачем я так подниму и так далее. Дроны, потенциальное видение дронов. Ну, лично я вижу несколько задач. То есть, одни тут поливалки, но, в принципе, они могут еще наблюдать за тем, что происходит, давать информацию сверху. Умный, именно связанный с агрегалчер задачи, то есть, грунт, не знаю, насколько часто надо кидать порсунка, эти семечки, ну, в общем, много чего там. Короче говоря, полная автоматизация всего. Потенциально на сейчас вот подобные системы не в агрегалчер уже есть. Это, в частности, завод Siemens. Это, в принципе, можно сказать, state-of-the-art система, которая там люди практически не вовлечены. Я как-то смотрел, как она устроена, хай-левельно. Ну, реально, очень интересная работа. И, в принципе, вот примерно к такому уровню автоматизации идут все остальные индустрии. А это второй кейс. Вот недалее, как вчера, я смотрел ток, связанный с R&D, нашим департаментом. Они там сделали системку, которая позволяет срезать грибочки. Там они сказали, что у них грибочки 20 штук в минуту. Для сравнения, средний там человек, какой-нибудь таяц, или кого-то наняли, и срезает их примерно 2-3. То есть уже робот работает быстрее, плюс он работает точнее. Но, ну, там, понятно, на этапе тестирования, но рано или поздно это будет везде. Тут же та же ровная ситуация, когда мы работаем с какими-то помидорками, с какими-то ягодами. Там вечная проблема с тем, что люди давят, это все подкидают. Ну, много вариантов. То есть много продуктов уходит вообще просто подавлено. Забыли. Плюс люди работают, если это какие-то поля, связанные с водой, а-ля рисовые, то люди работают в воде, болеют. Если это серьезная страна, не Таиланд, понятно, то там есть страховки, а в Таиланде всем плевать. Но тоже это потенциально финансовые траты. Если мы запустим туда робота, он ничего давить не будет, работать будет быстрее. И, в принципе, выхлопа будет больше. Но, понятно, на сейчас это не всегда так. Пока что все только на стадии ресерча и попыток первых что-то применить. Даже вот такой вот робот, чисто гипотетически, я думаю, что, ну, понятно, нужно понимать, что за ним стоит целая платформа, о которой мы поговорим. Сейчас вот многие думают, что робот, ну, он умеет распознать помидор и на этом сорвать его и положить в ящик. Ну, на самом деле, там дофига всего пристроено от обновления софта, заканчивая информацией о своих задачах, опять же. Только чтобы распознать вот эту помидорку, я думаю, это, учитывая их размеры, я думаю, там, 2-3 месяца работы, 10 дата-сайентистов, которые надо платить. Ну, это чтобы примерно оценить масштаб вот этой машинки и сколько там, на самом деле, вовлечено людей. Конкретный юзкейс, о котором мы поговорим, это вот тот самый один-единственный робот. Мы здесь покрываем только его. Их, на самом деле, на этом поле может быть энное количество, там всякие специфичные комбайны. Здесь у нас отдельный трактор. Трактор, он, у него до хрена сенсоров, у него есть видеокамеры, он все это умеет анализировать, грубо говоря, понимать, не врезаться. И, опять же, ключевая мысль full automation, то есть это именно полная автоматизация. Когда он общается с клаудом, он знает всю информацию о задачах и так далее. У этого робота могут быть имплементы. Имплемент – это штука, которая висит сзади. Она может быть подвешена спереди. Суть в том, что различные умные девайсы, которые тоже умеют выполнять какие-то специальные задачи по типу выжечь, ну, огнем поливать, там, выжигать остатки после харвеста, распылять форсунки, там, что только они не умеют. Разные задачи. На этом тракторе, на этом роботе может быть установлен девайс, но при этом он, не может быть, он будет установлен, он может быть установлен не одной фирмы, а любой. Условно, мы должны понимать, что есть какие-то проприетарные решения, кто-то захочет, кто-то не захочет. Наша платформа должна уметь работать с любым типом девайса. Он может выполнять общие задачи с другими веками, которые рядом ездят с другими роботами, то есть он должен знать об их существовании, он должен уметь с ними контактировать, подстраивать задачи, на ходу опознать его, обменяться информацией, начать ехать вместе, выполнять общую задачу. При этом мы можем на бэкэнде, как юзер, или как вот тот чувачок с планшетом смотреть на всякие реал-таймы дашборды, какие-то получат алерты, общую статистику базовую по типу мы собрали 10% поля за сегодня. Ну, то есть вот такое. И примерный флот на старте примерно 50 тысяч машин и при этом будет расти. Мы ожидаем, что у нас будет сотни тысяч в итоге. Что мы делаем? Вот это наша компания. То есть мы агрекалщик хокдинг, мы хотим вот это, мы производители вот этих роботов, мы хотим, в принципе, чтобы нам построили платформу. Почему? Потому что мы умеем делать так, а платформу мы делать не умеем. И первым делом, что мы делаем? Мы, как и все люди, идем в Google и говорим, на YouTube платформа, нам нужно что-то построить. И плюс-минус вот это первое, что увидит человек, который не совсем до конца понимает, что это, оно просто начинает какой-то свой путь в понимании. Тут три уровня, то есть трехслойная практическая архитектура, Cloud for Edge. Поговорим немножко халлевно про каждый. Здесь оно показано весьма примитивно, но тем не менее. На Edge у нас какие-то девайсы, роботы, при этом внутри этого робота много сенсоров. На этом роботе стоят какие-то специальные дополнительные гитвы, у него девайс стоит на куче приложений. То есть сам по себе робот это большая себе система, скорее всего микросервисная или какая-то подобная. На нем даже может быть аналитика прямо на ходу на месте. Ну, в принципе, на этом все. То есть при этом этот робот, это может быть не только робот, это может быть какой-то планшет, это тоже HD-вайс, вот даже кредитная карточка как сенсор, ну и так далее. То есть это все, что контактирует с реальным миром на ходу. И при этом оно вполне себе немаленькое. Дальше это слой фога. Фог появился относительно недавно. Раньше был, ну вообще там была ситуация какая. У нас был сначала тренд, у нас все было когда-то на девайс, на ноутбуках, или на каких-то компах, и была выделенная база данных, потом был тренд все это уехать в клауд, вся система в клауде, ой, как классно. Потом теперь тренд все это перенести на Edge, об этом тоже поговорим, то есть теперь все ходят, о, все, мы же на Edge можем раны. Но на самом деле сейчас все это приходит плюс-минус к балансу, и на самом деле они сбалансированы плюс-минус по полам клауд, по полам Edge. Но откуда появился фог? Фог, это такие себе микроклауд, который построен условно, если мы берем healthcare case, вот у нас есть робот операционный, или их много, у нас есть один госпиталь, в этом госпитале 20 этих роботов, и обрабатывать данные нужно максимально быстро, то есть до клауда может быть там неэффективно, либо ситуация, когда вот в healthcare это прям актуально, когда законодательно запрещено выгружать куда-то на удаленные ресурсы данные о пациенте, вот он подписал документ пациенту, что эти данные будут храниться только в этом госпитале, и только один доктор может их видеть, поэтому нужен какой-то локальный сервер, и вот как раз фог, это тот самый локальный дата-центр, который будет обрабатывать эти сообщения, обрабатывать данные, выдавать какие-то на месте. Ну и клауд, это клауд, здесь отображено как большие базы данных, но по факту это не так, опять же, все это будет расписано и показано, но многие воспринимают, что клауд сейчас, да, это просто бешеное хранилище, в котором мы можем накидывать бесконечно файлы, что-то, а не какие-то ML-модельки тренить и загружать на девайс, а и Эдж у нас как-то их все выполняет. В общем, первое знакомство происходит вот таким образом. Сказать, что это неправильно, нет, это правильно, но оно, мягко говоря, не точно, то есть это очень-очень абстрактная история, поэтому движемся дальше. Второй путь, ну как бы мы посмотрели, кто у нас шарит, кто у нас тут эксперты по различным клаудам, у нас там клауд был, ну, наверное, это какие-то IT-гиганты, они там что-то раноят у себя, по-любому умеют что-то такое строить. Мы идем к Гуглу, и Гугл нам покажет вот такую картинку IoT-платформа. Что у нас здесь есть? У нас здесь уже есть понимание, что вот этот вот трактор слева, это, ну, назовем вот микросервис, то есть любой трактор, любой педж-робот, это просто микросервис для бэкэнда. В данном случае Google это провайдер, который выставляет клауд-решения, то есть бэкэнд, и они заинтересованы продать свои сервисы, они максимально конструируются на них. Для них IoT-платформа именно бэк. Немножко, конечно, они тут указали, что у них есть решение для Эджа, на нем мы можем брать какой-то модельки какие-то, пенсерфлошные, и, в принципе, на этом все. И дальше у нас есть какой-то integration solution, мы слили эти стриминговые данные в PopsApp, какой-то Cloud Dataflow на BIMе написали стриминг, отложили в DWH, построили дашборды, и на этом все. Ну, вот там, там, серия, Google Backtable сложили. Есть какие-то функции, которые еще, ну, как бы примитивный анализ, видимо, апдейт, ивайс, конфиг, и обратно заливаем. Ну, в виде не гугла, это все. Ладно еще. Вернемся к гуглу. И, ну, на мой взгляд, мягко говоря, это вообще не все, но плюс-минус Google продает вот это. Почему это? Потому что, опять же, у них есть такие сервисы. Если мы говорим куда-то в сторону, они говорят, ну, да, там, вообще-то оно в сторону есть, но нужно будет там сами solution строить. Но зато вам же прикольно, вы же можете дашборд себе построить. Самое главное, увидите данные, ну, вы их увидите. На первом этапе, наверное, это вот на тот случай, когда мы говорим just data и some data, и fast data. То есть, вот на вот эти два первых этапа вот эта платформа их покрывает. Куда-то чуть в сторону, все, мы уже уперлись, мы умеем только рисовать картиночки. Перейдем к Microsoft. Тут они, ну, это старая картинка, они сейчас переосмыслили, я покажу и вторую, справедливости ради, но первая была ровно такая же, это примитивщина из разряда, у нас есть Cosmos DB, чуваки, вы вкачаете данные, там Stream Analytics, слейте в Cosmos DB, проанализировали, отрисовали. Ровно плюс-минус та же история. И при этом, каким-то образом, у них тут есть девайс provisioning service, примитивщин, типа, из разряда мы можем с клауда эти девайсы provisioning. В принципе, все, ровно та же история. Закидали девайсы, подключили их к IoT Hub, сделали им device shadowy и сливаем данные. У нас есть Cosmos, у нас скелется. Ха-ха-ха, давайте мы все в космос все слимем. Это Microsoft был. Ровно та же история. Теперь они продают немножко иначе, и это уже более здравый подход, то есть, они расписали это на несколько реальных зон. Вообще, в целом, вот эти зоны, они стандартные для всех клаудов, и на самом деле, для любого клауда, Google Cloud, Amazon, AWS, Azure, какой-нибудь OpenStack, и любые другие решения, IBM-овские, они плюс-минус выглядят одинаково. Единственное отличие, это вот эти картиночки, которые между ними. То есть, у них уже есть какие-то девайсы, у них, ну, не просто девайсы, а на них что-то уже стоит, какие-то там интеграционные RTOS, интеграционные солюшены. Есть IoT Edge тоже, который может использоваться, а может и нет. То есть, девайс это, скорее всего, какой-то примитивный сенсор, IoT Edge это девайс, который всасывает данные с этих сенсоров, вообще общается с ними, агрегирует, анализирует и связывает их с облаком, то есть, дальше отправляет. Здесь у нас уже появляются Digital Trin, о которых поговорим позже, как часть интеграционная солюшена. Здесь уже три пасса, холодный путь для ML и Lake, теплые для, ну, по сути, это Time Series данные, их солюшены нативные, мы их сливаем, и можем не о реал-тайм смотреть. Ё-моё, что он уезжает куда-то вечно. И у нас есть реал-таймовая аналитика, какую-то мы можем строить какие-то стриминговые пайплайны, не только аналитику, какие-то анализы делать, комплексы в процессе и так далее. Но, опять же, вся эта картинка упирается в слить данные и что-то где-то увидеть. И на этом всё. Никто не говорит, ну, опять же, представим робота, вернёмся назад на шаг, мы слили данные, ну, дальше что? Ну, знаем мы, что этот робот там ездит, что-то делает, и что нам с этим дальше делать? Ну, хорошо, это примерно, наверное, треть всего. Мы хотя бы уже знаем, это уже плюс. Но объективно сказать, что эта платформа готова к чему-то серьёзному, ну, на мой взгляд, вообще нет. У Абазона, на всякий случай, покажу ровно та же история, но здесь там они просто более детально различные топики, инквитити, несут. Важно, ровно та же. Мы всё это сливаем, куда-то складываем, визуализируем. Ничего нового. Здесь, правда, они расписали, что у них есть лора сети, которая, и лора connected devices, которые общаются с Гитвем. Ну, ровно та же история. Мы с ней пообщались, короче говоря, и пошли дальше. Сказали, ну, хорошо, классно, мы будем с вами делать, но, судя по всему, ну, покажите нам, что это работает. Мы ещё хотим нанять Robotics Command. Тут отдельные чуваки. Они приходят, вот эта картинка, это взята из-за нету, но аналогичное я видел на проектах, когда заходят чуваки с Robotics и говорят, значит так, у нас тут есть робот, у нас тут есть, мы умеем на нём раноть имейл, мы можем тут что-то распознать, у нас тут есть, он коннектится с клаудом, мы тут с клаудом коннектимся, скидываем какие-то файлы, ну, в данном случае они подключаются ещё к API-шкам, ну, то есть, это ML-сервисы, которые готовые модельки, speech recognition и так далее. Мы вот это всё подключаемся и у себя раноем. На любой вопрос из разряда типа security, как это всё будет коммуницировать, откуда этот робот вообще что узнаёт, они говорят, так, всё, Robotics-платформа это вот это, вот у нас есть робот, всё опять всё будет хорошо работать. Мы вам построим, он будет ездить. И клиент такой обычно, ой, ну, прикольно, конечно, а дальше что с ним делать? Опять же, это система, которую можно просто взять и выбросить, потому что она никак не интегрируется с тем, что у нас есть. Вот возьмём, опять же, медицинский, вы мне построили операционный робот, который вообще не интегрируется с экосистемой госпиталя. Ну, и что с ним делать? Ну, он стоит, может там крошить людей, может не крошить. Ну, мы знаем, что он там, предположим, оперируется с человека. Но как это интегрировать с тем, что у нас есть пациенты, у нас есть там система, у нас есть security с доступом различных докторов. Да кто его знает? Ну, обычно вот часто слышу со стороны IT-департамента или роботик с различных команд, что вот это и есть IoT-платформа и роботикс. И в итоге мы приходим к ситуации, когда у нас одни чуваки орут с клауда. Да, вы чё, у нас тут всё есть, мы тут ML можем тренить, мы тут у нас есть микросервисы, вот это вообще отдельная история. Микросервисы, мы всё будем процессить, у нас там куча отличных экосистем, всё это будет работать, а вы нам только присылайте данные, мы вам будем там сигналы кидать с клауда. И приходят другие чуваки, которые говорят, у нас наоборот, всё на роботе будет, нам нужно только раздёрнуть один напишку и скинуть вам файлы, допустим, телеметрию, отрисовывайте себе красивые дашборды. И в итоге разговор плюс-минус вот так обычно и выглядит. Поэтому на самом деле правы оба. Почему роботикс-команда сейчас так говорит? Ну, потому что вообще в целом я вижу тренд, который пропихивается в интернете, но в справедливости ради у него есть и противники тоже, и примерно их пополам. Первые говорят, что всё, через ближайшие N лет, допустим, 5-7, все компьют-задачи переедут на Edge. У нас девайсы уже, вот практически цитаты определенных, ну, и часто ведь цитаты инженеров, связанных с IoT, в том, что да, наш девайс, да, вы просто не шарите, наш девайс уже как бы не такой маленький, как раньше, там не 500 мегабайт памяти, там у нас 32 гига и 8 ядер. Ну, прям уже солидный девайс, уже можно что-то на нем делать. В принципе, они правы, но, опять же, частично. Чуть дальше я покажу несколько цифр. Так вот, сейчас тренд, его пропихивают определенные аналитики, ну, как бы, тут не знаю, как прокомментировать, это и правда, и не совсем. То есть, задачи на Edge действительно имеет смысл выполнять. Если мы говорим о ситуации, когда у нас, например, разорвалась сеть и у нас нет клауда. Раньше первые IT-солюшены, в принципе, оставались изолированы, то есть, условные там, Smart City или, опять же, тот же робот. он живет своей жизнью, он что-то знает о себе, продолжает работать, но никаких задач, ничего нового не получает. Получается, что это болванчик, который вообще не нужен. Ну, и обратная ситуация. Если мы говорим, что все должно быть на Edge, то вот этого нам реально не хватит, компьютересурсов. Мало того, что мы не можем ничего даже в фоге нормального просчитать с точки зрения предикшнов, мы можем только там, ну, назовем это для одного госпиталя просчитать, если мы, опять же, возвращаемся к госпиталям. Или для одного микрорайона, если мы говорим про какой-нибудь Smart City. То есть, мы поставили какой-то прокси-сервер, он что-то там считает, и это даже не Edge, это фог, на Edge вообще, как бы, максимум, что мы можем несколько сенсоров соединить. Но, короче говоря, на мой взгляд, этого будет вообще недостаточно. Поэтому я скорее скептически к этому отношусь. Ну, тут есть две ссылочки, можно прочитать по различным аналитическим статьям, то есть аналитики как они-то все позиционируют, ну и так далее. Все сливает, типа, на Edge. В принципе, опять же, они правы. Есть такой фреймворк Edge Foundry, мы тут очень кратко его заденем, они, он тоже там обосновленный фреймворк, и они позиционируют его, что мы можем раноть Edge аналитику, то есть у нас есть какие-то девайсы, у нас есть гитвей, который connection с клаудом, у него как раз вот те самые 32 гига и 8 ядер, на нем раноются различные микросервисы, включая аналитику, то есть у них есть и аналитик-движок, который позволяет потреблять ивенты, мы можем делать в них Windows, мы можем делать какие-то рулы, делать аналитику. Ну, как вы понимаете, эта аналитика раноется ровно, но вот в этом маленьком кусочке информации. Соответственно, что мы можем сделать? Ну, мы можем, грубо говоря, посчитать, что за последнюю минуту нас температура там на улице выросла на 2 градуса, то есть мы можем сделать какой-то алерт, на этом все. Или мы можем дернуть ML-модель, которая уже не нами, обученная, она уже просчитана где-то там, и обученная нам ее просто загрузили. Получается, что аналитика вот здесь, это тоже такое, на мой взгляд, спекулирование, потому что она действительно есть, ее можно раноть, но она не очень самостоятельная, это аналитика на уровне какого-то примитивного или вызова внешней модельки обученной. Но, справедливости ради, это действительно так, и имеет смысл раноть эту аналитику прямо на девайсе, если мы говорим о конкретном не-реал-тайм-системах. То есть, опять же, если мы говорим о реал-тайме, есть у нас на самом деле hard-реал-тайм и soft-реал-тайм, и в принципе не-реал-тайм. Hard-реал-тайм-система, это когда у нас сидит машина, робот, и она должна не задавить человека, она должна реагировать просто молнионосно, сигнал, когда получен, обработан. Soft-реал-тайм, это, по-моему, до 50 наносекунд, или там уже о миллисекундах разговор, и реал-тайм, о котором мы говорим в клауде, на самом деле не реал-тайм, там уже сотни миллисекунд или там десятки миллисекунд. Но, тем не менее, это уже, на самом деле, слишком много для некоторых кейсов. Поэтому, если мы говорим про hard-реал-тайм, то максимально много всего нужно на Эджах. Но это все может работать только в рамках условного одного робота. Поэтому назвать это прям аналитикой я бы не стал. Вот. Это моя мысль по Эджам. И немножко цифр, потому что с этими данными по Эджам я сел и просто просчитал примитивную, самый примитивный кейс. Вот мы берем простую камеру. Это даже не та, которую реально можно ставить на робота, там у них будет какой-нибудь Intel RealSense или что-нибудь такое более серьезное. Но это самая примитивная камера на блютене, которую я нашел на на розетке, по-моему, не суть, короче, нашел. Взял ее формат и просто посчитал фреймрейт и сколько это генерирует места, ну, то есть данных в день. За 24 часа 830 гиг. За один год одна камера такая генерирует 300 терабайт. Если мы говорим о серьезном availability, мы о нем говорим само собой, если мы серьезные системы, то replication фактор самый стандартный, даже взять Hadoop, это 3. Соответственно, 900 терабайт чистых видеоданных, которые одна камера генерирует. Если мы говорим о флотах 50 тысяч, 100 тысяч машин, ну, как бы, это, в принципе, неадекватные данные. Да, это чистые данные, то есть это по факту может быть использовано в реальном времени что-то распознать и дальше закомпрессить и вложить в флейт, ну, в очень закомпрессенном виде. Но, тем не менее, это будет генерировать десятки петабайт данных 100% ежегодно. А если мы говорим о каком-то ML, то не хранить какие-то куски это не наш вариант, потому что ML, он работает только на большом объеме и прям на большом скейле. Если мы там оттреним на каких-то 10 днях, ну, смысла в этом будет крайне мало, эта модель будет никакая, можно будет выбросить на большом счете. Поэтому хранить нам надо будет абсолютно все. И даже просто если взять вот это, понятное дело, никакой Fock и Edge с этим не справятся. Нам нужно единое место и причем неограниченное очень скейл. Второй вариант это я просто взял 10 центров по 256 байт сообщения, отсылают они раз в секунду. То есть, на самом деле не то чтобы часто, бывает и чаще, но в среднем не реал-тайм системы в районе раз в секунду отправляют робот именно на клауд. У себя они, понятное дело, чаще. Чаще всего это происходит робот в секунду генерит там тысячу сообщений, они агрегируются вот как раз в том месте на Edge, какой-то аналитикой оно собирается в одно сообщение и бачер откидывается на клауд. Так вот, если мы берем просто 10 сенсоров с одного робота, что на самом деле не очень много, вот такой робот, как которого мы рассматриваем, может иметь порядка, я думаю, 50-100 сенсоров. Зависит от, там же как, двигатель, датчики движения, различные лидары, видео, датчики на каждом элементе, на тормозах, на покрышках, давление, в общем, там куча всего может быть. То есть, порядка 100. но даже если мы берем 10, то мы получим на год с одного этого робота 75 гиг, только телеметрических данных. Выглядит, ну так, немного, но если мы посчитаем для нашего флота, то получаем 3,6 петабайта и это опять же умножаем на 3, получаем с репликейшным фактором все 10 петабайт. Поэтому, опять же, 10 петабайт данных просто как с куста. И это нужно где-то хранить, надо обрабатывать, с этим надо что-то делать. Это просто несколько цифр, чтобы понимать, что люди, которые говорят про Edge, на самом деле не сильно глубоко погрузились в систему, чтобы говорить о чем-то. Часто, кстати, такая ситуация бывает, обычно вот такие проекты заходят через IoT-группу, ну логично, клиент думает, что у нас же IoT-система, ну давайте в IoT-группу пойдем. И приходит, и IoT-группа им продает решения по типу у Robotics-команды, где у нас есть какой-то Edge, у нас там что-то рановится ML, там хоп-хоп, и все, и вот у нас Dashboard. А потом, если, ну, они, допустим, начали это делать, в итоге они упрутся в большие проблемы и придут все равно там. Это просто показать для того, что все равно все упирается в Data. И все равно все придут в Big Data, потому что без этого ну тут ничего не сделаешь. Придут, мы посмотрим, условно, ну, под мы имею в виду Big Data-чики, любой отдел абсолютно. и начнут строить другую платформу, которая, понятно, я делал, завязана на данных, но она будет именно упираться в то, что эти данные складываются и процессятся в больших объемах и с большой скоростью, потому что, если мы берем только Edge, то никуда не уедем. Ладно, давайте чуть дальше. хочу покрыть разные аспекты, прежде чем попробуем собрать архитектурку. То есть сейчас тренд, так называемой индустрии 4.0. Почему 4.0? Потому что вот у них было четыре этапа развития в нашем человечестве, в нашей истории. Первое, это в принципе механизация, то есть какие-то примитивные механизмы, паровые машины, первые какие-то заводы. Второй этап, это вот как раз assembly line, то есть когда у нас уже есть завод, люди еще руками, но уже руками и с помощью различных инструментов собирают какой-то, в частности, автомобиль или какие-то другие девайсы, но уже есть pipeline, уже есть процесс и он скелится, он масштабируемый. Третий этап был, когда мы внедрили роботов, эти роботы жили и выполняли одну примитивную функцию на этом assembly line. Например, робот стыкует руль к автомобилю или прикручивает колеса. Все, что он умеет делать. Вот таких роботов стоит энное количество, они там по этому pipeline проходят и что-то делают. Соответственно, мы уменьшаем количество, уменьшаем в принципе вовлеченность людей в процесс. И четвертый, Industry 4.0, вот тот самый, к которому мы сейчас на данный момент приходим, это connected роботами. То есть, это как раз тот случай, когда у нас полная автоматизация и люди уже почти не вовлечены в процесс. То есть, они опять же получают задачи, они знают друг о друге, они знают о процессе, они могут адаптироваться, в общем, выполняют полную задачу. Вот как раз завод Siemens примерно к четвертому этапу и вышел. Они начали вообще процесс дефайна и дизайна понятия Digital Twin в контексте своих заводов изначально. Что есть Digital Twin? Что является, по мнению большинства, наверное, энейблером для достижения цели Industry 4.0? Это, ну, как из названия понятно, это какой-то цифровой клон. В частности, по цифровым клонам разные компании понимают разное. Если мы говорим об ажуре, там, это одно, это просто какое-то хранилище моделей и данных. Если мы говорим про AWS, другое, там, Siemens 3.0. Вот это определение более-менее, на мой взгляд, схоже с тем, что это на самом деле и есть. То есть, это полная модель максимально детальная всех связей, всех компонентов, каких-то протоколов взаимодействия, вплоть до приложений, установленных на каких-то модулях конкретных, фирмвары и так далее. Максимально точно. При этом туда накладывается историческое данное, при этом туда докладывается история всех, ну, в данном случае maintenance, но это может быть история всех изменений в доменах, в которых она работает. Если мы говорим про агрикалчу, то это поле, на котором высаживали какие-то конкретные культуры, что может повлиять на будущее, что 100% повлияет. Это информация о том, как этот виклтен переезжал, получал новые обновления софта, в общем, вся вот эта история. При этом сюда накладывается телеметрия, которая в реальном времени происходит на реальном девайсе. В общем, CAD-модель это и так далее. То есть полный клон. И нужно понимать, вот эта вот картинка, которую я взял у нас у R&D или Robotics Department, она очень хорошая, мне она очень нравится, тем, что вообще Digital Twin, на самом деле, кто работает с IoT-системами, да и не только IoT, у нас уже есть. Просто у него есть несколько уровней эволюции, развития. Первый уровень называется Status Twin. То есть когда мы просто мониторим. И вот тот случай, когда Just Data, просто получить какие-то данные, что-то о нем узнать, это уже можно сказать, что это Digital Twin статус. То есть у нас что-то известно о реальном девайсе. Второй уровень это Operational Twin, когда мы уже не просто получаем эти данные и отрисовываем картиночку. Мы их анализируем, мы строим какие-то тренды, мы уже начинаем что-то пробовать с Prediction, Predictive Maintenance, с Agri-Culture, если мы говорим, как быстро вырастет условная пшеница на основании каких-то данных. Здесь мы уже работаем с данными и делаем какие-то инсайды, которые связаны с реальным девайсом. Четвертый уровень Simulation Twin. Для нашего клиента мы как раз вот сюда хотим прийти. У нас еще и второго, третьего не до конца пределом, третий в частности. Но вот третий, четвертый будет вместе расти. Это когда мы уже не просто анализируем, мы уже начинаем строить симуляции. Если у нас кейс с трактором, он не ранается, то есть мы не сделали ML-модельку автопилотом. Мы залили ее и запустили трактор, он врезался в столб, мы ее выгрузили, получили логи и пошли там фиксить. Здесь уже ситуация, когда мы не хотим загружать на трактор, мы хотим построить виртуальную среду, назовем это игру, там Farming Simulator какой-нибудь, где мы загрузим софт на виртуальный трактор. Он будет ездить в виртуальном инварменте, хотя он будет знать, но он не будет знать, для него это будет настоящий, то есть такая матрица, знаете, когда мы поместили этот трактор в матрицу, для него все это реально, и мы получаем какие-то данные в реальном времени. Самое ключевое здесь, что мы можем прям прибить эту симуляцию, мы можем ее восстановить, изменить, подтюнить, как нам угодно, хоть метеоритный дождь там пустить, чтобы посмотреть, что будет происходить с настоящим трактором. Вот это вот тот самый кейс с симуляцией. Ну и автономия, это когда мы не просто, мы уже и симуляции равны, и результат этих симуляций, там ML-модель или конфиги от тренинга автоматически пропагетится настоящий девайс. Вся информация, которая связана с какими-то задачами, тоже автоматически пропагетится. При этом девайс общается с клаудом, то есть робот общается с клаудом, и эти данные автоматически используются для дальнейшего обучения, то есть стриминг обучения происходит. Автоматически, опять же, выбирается лучшая модель и битестингом, там адаптится, подтюнивается все, все прям происходит на ходу. На этом этапе человеческая вовлеченность уже, я думаю, порядка 5%. Это то, собственно, к чему все идут, и я думаю, ну, разные компании с разными темпами, но придут там лет через 10. Первые прям такие хорошие кейсы полностью живого инвармента, которые способны выполнять цельную задачу. Тот самый продукт, не ML-моделька, которую мы оттренили и можем выбросить назад, откуда оттренили, показали красивую картинку и выбросили. Не только девайс, который умеет считывать данные, отправить на клауд, и все, можно выбросить, на самом деле, если он с чем не связан. А вот прям цельный продукт, который выполняет конкретную задачу. В связи с вот этим хайпом на эту тему появились несколько продуктов. Я их очень скользко коснусь. Вот с этим мы работали очень плотненько. Мы его протестили. Azure Digital Twins, то есть они, Microsoft, пошли по пути создания модели, то есть они в Core вложили какую-то графовую модель, где мы очень детально можем описать. В их видении мы можем подключить абсолютно весь инвармент. вот прям на их картинке, кейс-смарт-сити, например, когда у нас там девайсы на машинах установлены, сами машины, детальная модель, где-то сенсоры в домах, термостаты, умные фонари, это вообще отдельная территория. Просто на умные фонари, это вообще, на них только на фонарях можно экономить огромное количество денег, если город научится прям этим грамотно оперировать. Вот это все можно теоретически слить по их мнению в один общий сервис, Azure Digital Twins. Вот здесь, кстати, хорошо показано, то есть у них IoT-хабы разные, то есть практически разные системы, но якобы вливаются в одну общую модель, назовем ее так, Twin, где оно все интегрировано и красиво работает. Выглядит по следующим образом сервис состоит из двух, по сути, компонентов. У него есть Special Graph, такой себе урезанный Enterprise Knowledge Graph, который позволяет нам смоделировать полностью инвармент и девайсы. И есть вторая часть, это Event Routing, который позволяет сливать информацию об изменениях этих девайсов в какие-то консюнеры. Их идея основная в том, что мы подключили вот Digital ADT, стоит прямо рядом с IoT-хабом, мы подключили к IoT-хабу, эти данные влились, обновили ADT, ADT их стримил в output какой-то SYNC, и дальше роутинга мы проверяем, кто куда отсылает. На практике, это в теории так работает, на практике у Microsoft лютое количество лимитейшенов, во-первых, количество твинов в одном графе адекватно, чтобы работало, это не больше миллиона, что на самом деле крайне мало. Во-вторых, чтобы скилиться, там по умолчанию достаточно плохо это все работает, нужно скилиться, само собой, когда у тебя серьезная нагрузка. И пока что, но сейчас мы не можем это сделать сами, как для других сервисов. Нам нужно писать тикеты, чтобы они там пришли, проанализировали, а что это у вас за кейс такой, чтобы они взяли и повысили там тир этого сервиса. Вторая проблема в том, что вот ключевая, которая мне очень не понравилась, чтобы использовать сервис. Вот эти вот ивент-руты, их всего шесть может быть. Шесть, то есть шесть endpoints. Моя идея была изначально в том, чтобы роутить туда, ну там, телеметрия, изменения, прописывать рулы, различные консюмеры должны получать уже подготовленные данные, отфильтрованные под конкретный кейс. У нас там очень много стриминговых джоб, у нас там очень много конкретных консюмеров, конкретных консюмеров, консюмеров. У нас есть рулы-энжины, у нас там будет еще много чего, околосинтетические метрики. Короче, там много различных стрим-джобов, которые бы очень хорошо работали с различными эндпоинтами. Но поскольку их только шесть, получается, что здесь нужно будет писать кастомный еще ивент-роутер. Вопрос, если мы пишем кастомный ивент-роутер, зачем нам вообще этот ивент-роутер нужен? Ну, ответ у меня есть. Я чуть-чуть... Штука в принципе завязывает нас на Azure Cloud. Для нашего кейса это может быть не очень хорошо, потому что у нас там есть решение потенциально с NPM-ом и, возможно, с другими клаудами, поэтому тоже такой приятный стоппер. Вот эта вот штука Spatial Graph не то, чтобы очень эффективно работает, потому что по факту, если сравнить графовую базу, он работает крайне медленно. Он не заточен под это, он заточен под примитивные запросы, дай мне первую связь. Если мы пойдем хоть на вторую связь, там уже работает медленно. Если мы хотим зараной дай мне все девайсы, у которых версия прошивки такая-то, он уже будет работать плохо, мы тест сделали в порядке 40 секунд, потому что он не заточен под такие алгоритмы. Ну, что логично, не совсем его кейс. Еще отсутствие неприятного. А что за граф-база там ввезается? Знаешь, что? Не, они мне не ответили, а я предполагаю, что космос с Гремлином. Ну, то есть в конце мы можем на вопросах пообщаться, мы как раз и строим это с Алюшем. Там, скорее всего, космос с Гремлином и со всеми его лимитейшнами. Ну, и плюсами, наверное. Но Microsoft сами, чтобы... Ну, сами, когда они преподнают... Господи, преподносят этот сервис, они говорят, что да, он может работать не очень быстро на Квариане, поэтому рекомендовано вставить кэши. Да, ну, кэши мы и сами можем вставить, но хотелось бы, чтобы он работал быстренько. Вот. То есть там, как графовая база, он не очень эффективен, на мой взгляд. По крайней мере, на сейчас. Возможно, они там эффективно патчат, потому что сервис только выше. Но имеем, что имеем на сейчас. Плюс... Сейчас, я тут нажал лишнего. Вот. Плюс было бы полезно иметь следующий функционал. Вот когда мы пропускаем через граф, у нас там есть уже модель. Мы пропускаем через него телеметрию. Ну, логично, раз мы пропускаем, чтобы информацию из этого девайса, из модели автоматически подгрузить к этой телеметрии, потому что обычно системы не живут в полном вакууме. Интересно, откуда, зачем и куда это все идет. Этого сейчас нет. Мы с ними общались, они сказали, ну, у нас все просят, мы сейчас это будем делать. Скорее всего, это как бы будет первый приоритет. Ну, будет и будет, пока что этого нет. Вот. Это плюс-минус UI, как это выглядит. Мы там можем смоделировать, там мы задаем. Тут работает все по жесткой схеме. То есть модель полностью контролируется, схема задается, дальше состоятся инстансы, там связи и пропускается через них телеметрия. С телеметрией очень хитрый момент, потому что в моей голове это было следующим образом, ну, построилось изначально, что мы пропускаем телеметрию. Этот ADT постоянно предоставляет последнюю телеметрию, ну, то есть показывает последнее, что получил от реального девайса. И при этом он ее стримит в output, где можно подключить time series, перманентное хранилище, где все это можно распределить. По факту, если мы стримим телеметрию сюда, то она на самом деле недоступна для кварианей. Если мы ковернем модели, мы телеметрию не получим. Хотя это тоже странно, логично, если я говоряю девайс, вот дай мне просто девайс, ну, и последнее состояние всех его сенсоров в модели тоже выведет. Нет, этого тоже нет, непонятно почему. Поэтому, если мы хотим, чтобы это было доступно, надо будет отдельным патчем делать запрос еще на патч самого Твина, а не как телеметрия. Ну, спорное решение, но это вот так работает. Так, что это оно? Это просто примерчик один из клиентов, который как бы заюзал. У них там визуализация красивая, 3D-шная, там у них винтфарма, где ранаются вот эти вот мельницы. Они могут, ну, они показывают различную телеметрию, текущее состояние, при этом они умеют рануть базовые симуляции. В частности, они могут увеличить силу ветра, скорость ветра и посмотреть, что будет происходить. Ну, вплоть до теоретического там взрыва или разлома лопастей. Проводить какие-то симуляции. Выглядит это потенциально, как использовать этот сервис. Это примерно вот так. Мои личные мысли на этот счет следующие. Этот сервис прикольное решение, но оно очень сильно заточено под интеграцию с другими сервисами Ажура. Если мы говорим про, вот мы с нуля строим solution в Ажуре, у нас есть IoT Hub, вот мы только IoT Hub, вот больше ничего у нас пока нет. У нас есть какие-нибудь Time Series Insights, где мы хотим введить Time Series данные. И нам нужно иметь модель, где мы еще домен подтягиваем. В таком сетапе это работать будет, потому что он прям строится именно на нативных интеграциях. Если мы говорим про наш кейс, у нас куча типов девайсов. У каждого свой проприетарный solution для подключения, включая там протоколы специфичные. Time Series базы и база, ну, одна, вторая там, у нас разные, у них разные форматы. Всякие стриминджобы, которые работают, они никак не связаны со стриманалитиксом и там с интеграцией административными ажировскими сервисами. Поэтому, по большому счету, в нашем кейсе смысла в этом сервисе не очень много. Он нам ничего не дает, но дает нам limitation. Поэтому мы его протестили, кстати, мы performance провели на нем тоже. У нас есть нюансы, мы нашли там баги у них, которые с ними же обсуждали. Первая мысль в том, что мы пропустили телеметрию, у нас была latency порядка 40 секунд, что было просто для меня шоком, потому что, ну, какие 40 секунд, о чем мы говорим, что нам с этим дальше делать. пообщались, они построили отдельный solution на дотнете, у нас на всякий случай у нас на джаре, они построили на дотнете, говорят, ну, вот у нас с функшенами latency там 2 секунды. Мы такие, ну, что-то странно, окей, пошли еще раз, начали тестить еще раз, и оказалось, что действительно там latency можно достичь 2 секунды, но у них коряво написано java-клиент. Поэтому, когда мы чистым рестом в обходах java-клиента все сделали, оно работало гораздо быстрее. Но это кто будет использовать, если вдруг java, то их клиент просто, ну, кал, давайте прямо сказать. Его нужно переделывать, и лучше его не использовать. Писать все равно лучше свой, поверх чисто реста такого. Тем не менее, эти 2 секунды, даже если мы достигаем, это все равно непонятно, зачем нужная latency. Потому что у нас сейчас все stream-пайплайны при разогретых кэшах работают порядка 2 секунд, 2-3. зачем нам добавлять еще 2 секунды latency, при том, что мы хотим сократить эту latency, не очень понятно. Ну, допустим, для каких-то просто сбросов lake это окей, для каких-то тэжбордов это окей, для консюмеров реал-таймовых, допустим, дальше, для calculation, комплексов процессинга, это уже, на мой взгляд, не очень. Скорее всего, этот solution изначально изотачивался, что в output stream кидается такими микробатчами, и, ну, это чисто сбрасывается в какие-то хранилища, и все, никаких комплексов пристраивать уже не нужно. Ну, наверное, точно сказать не могу. Но имеем, что имеем, какие факты на сейчас. Помимо этого, я тут сел, посчитал, сколько это будет стоить потенциально на калькуляторе. Сначала вообще там ошибся, я посчитал годовую, я умножил количество сообщений, если ранать на год, и получил там полтора миллиона баксов, я такой, типа, чего, что это за деньги в месяц, но оказалось, что на самом деле я ошибся. И, ну, то есть, понятно, их в разы меньше. Я вот пересчитал для месяца, это только для нашего флота, который мы брали, если он будет раститься, он будет расти. И вышло 50 косарей. Что для меня, если честно, ну, прям, многовато. Почему? Я говорю, комментирую. 50 тысяч долларов для сравнения, это HD Inside Cluster с HBase на 110 нот. 110 нот, которые способны выдержать, я даже не знаю, то есть, блин, где-то миллионов пять сообщений в секунду. В принципе, под нагрузкой прям предельно они смогут выдержать примитивных сообщений, само собой. Ну, ну, типа, зачем платить за вот этот solution, который сам по себе особо не дает ничего, который стоит 50 тысяч, если через него стримить телеметрию. Опять же, в эти 50 тысяч, вот у нас сейчас рано от HBase Cluster, там, он мощный, и он потребляет порядка 20 тысяч долларов в месяц. Добавим сюда Kubernetes, добавим сюда Lake, стоимость, мы за эти 50 тысяч в месяц можем собрать прям полноценный solution, а не один tool. Ну, это так, чисто цифры на подумать, потому что, опять же, tool в принципе годный, я не буду говорить, что это плохой tool, он годится для определенных кейсов, но стоит он тоже немало, опять же, надо это тоже учитывать. По ходу этого, второй tool, который мы посмотрели, это IoT Twinmaker, там, в принципе, как я и сказал, это тренд сейчас, и Google делает для supply chain, ну, мы смотрели на IoT Twinmaker, здесь мы не делали POC, это делал другой проект, но результаты мне пошарили, за что большое спасибо. В теории это выглядит следующим образом, когда у нас есть tool, в котором мы тоже можем графовую модель сделать, полностью детальную, мы к нему подключаем различные данные с доменов, с IoT устройств, видеокамер, мы все это объединяем и выдаем визуализацию, мейнтенненс и так далее. Это в теории, возможно, это видение мы Амазона на будущее. Ну, когда я увидел это, думаю, о, класс, наверное, подойдет, более того, это выглядит так интересно, давайте посмотрим. На практике, что мы увидели? Увидели мы следующее, они точно так же, как Azure, позволяют подключить какие-то внешние, ну, сервисы, AWS-овские, нативные, к IoT TwinMaker, ты просто пишешь конкастный плагин, либо ты пишешь, либо ты используешь стандартный плагин, который дает AWS для некоторых сервисов, по типу S3, по типу LAMPT и там, сайтвайс, IoT Core. Вот у них есть такие плагины, а, еще и кино, здесь видеострим и стрим аналитикс. В чем суть? Если у Azure идея, что ты все пропускаешь через этот сервис, а потом стоят уже какие-то консюнеры, то здесь идея обратная, у тебя есть салюшен, и ты сверху, сбоку, ну, сверху или сбоку, подключаешь к нему такую себе визуализацию, которая берет эти все данные и отрисовывает тебе красивую-красивую картиночку. Вот такую. Ставка не на моделирование, а именно на визуализацию. Когда у нас они предоставляют такую студию визуальную, в которой ты можешь загрузить 3D-модельки кадровые и прям выставить их в каких-то специфичных местах. Модельки могут быть только статичные, но сейчас, по крайней мере, динамических там нет, и если это какой-то пайплайн, если это завод, это, наверное, выглядит прикольно. Сюда можно выводить телеметрию, какие-то алерты. На этом все. На мой взгляд, сервис может подойти вот как раз тому клиенту, для которого это эвалировали. Он как раз и подходит, он искал путь увидеть это все вместе в реальном времени. Это может подойти. Если мы говорим про салюшен, вот тот самый диджитал твин, который энейблер для индустрии 4.0, это вообще не об этом, это визуализация. Визуализацию можно натянуть любую. Главное построить грамотную модель. То есть нужно сразу понимать, что визуализировать и сделать вау-эффект это прикольно, конечно. Что с этим делать дальше, непонятно. Как на это навешивать какие-то внешние модельки, какой-то функционал, стрим-аналитику, непонятно. На сейчас. Скорее всего, это из разряда произвести вау-эффект, чисто визуальный, на клиента, а потом уже навешивать какой-то функционал. Ну а сейчас это тоже очень сырой продукт. Использовать его прямо в продакшене, кроме как для визуализации смысла особого нет. Поэтому просто имейте в виду. На всякий случай скажу, что на самом деле Digital Trinate делают кучу компаний. Самые такие известные, которые за основу берутся, в частности, нашим R&D-департаментом и IoT за определение Digital Trinate, и мы его берем на нашем проекте, это Siemens определение. Они наиболее точно и с учетом своего опыта его определяют и делают какие-то решения, там стандарты прописаны, у них много бумаг, они там часто пишут white paper и long grid. Но в целом очень много компаний в это вовлечено. Ensis, например, Ensis это чуваки, которые делают различные симуляции. Их софт, который они продают, он заточен именно на симуляции, но он подключается к внешним источникам, в частности, Cager Digital Trin они недавно научили подключаться. Вот так, Wind Pharma, по-моему, как раз с Ensis и Рануас. Это чисто, чтобы понимали, что это не только клауд-провайдеры, более того, клауд-провайдеры обычно далеко позади от того, что происходит в индустрии в конкретной вете. Так, вот теперь мы пришли к самой интересной части, на мой взгляд. То есть мы обсудили high-level очень, то есть разговор был крайне high-level по тому вообще, какие компания тут есть, а давайте теперь это все соберем в кучу. Я расскажу свое видение эти платформы на сейчас, опять же, в конце любые вопросы можем обсудить. То есть вот у нас Edge-часть. Мы здесь не будем покрывать Edge. Edge – это вот тут EdgeX, возможно, это ROS, ROS2, Robotics Operation System, которые общаются в реал-тайме, там есть ноды, там есть Publish, Subscribe, то есть целая система на Edge. Мы ее просто здесь не визуализируем, потому что она довольно большая. У нас есть какие-то Edge-девайсы, у нас есть сенсоры и камеры. Тут все понятно, все равняется. Дальше мы что делаем? Мы их коннектим к клауду. При этом на вот этом этапе у нас под connectivity я не подразумеваю конкретное решение из-за AWS IoT Core или Google или IoT Hub, а подразумеваю целый логический слой. Этот логический слой включает в себя абстрактный функционал для общения device-to-cloud и cloud-to-device. Под ним несколько имплементаций. В частности, в нашем случае я выбрал IoT Hub, K, это раньше был open source, но сейчас они его, к сожалению, продают, решение для IoT задачи, подключения. Какие-то AWS-овские сервисы и так далее. Здесь могут быть проприетарные сервисы. У нас есть один из типов девайсов, которые ставят нашего клиента на машины. Он проприетарный, у него свой протокол. Он вообще никак не связан. И вообще, чтобы что-то изменить, там нужно просить внешнюю компанию. Поэтому наш уровень абстракции должен обязательно это включать. Он должен понимать, что здесь мы не можем завязаться условно на протоколы Ажура и сказать, ну вот все. Потому что завтра придет клиент и скажет, мне ваш девайс до одного места. Я хочу AliExpress поставить свой. У него там будет вообще свой софт, но мы можем кидать там телеметрию в определенном формате. И мы как бы, что мы скажем, это кусок рынка. Мы же не скажем, типа, нет, чуваки, идите вы со своим девайсом. Они скажут, окей, вот это вот килограмм денег, который у меня есть, я отдам тем чувакам, которые так сделали. Поэтому мы, к сожалению, не можем. Поэтому этот слой очень абстрактный. Дальше, что мы делаем? Мы подрубаем, понятное дело, одни машины данными, если ты не будешь, мы подрубаем внешний источник данных. Кстати, я забыл сказать, здесь я укажу какой-то стек технологий. Это не must-have, это мое личное видение на тему, ну, типа, лучшего стека для конкретных компонентов, проверенного, scalable, там, все, что необходимо по NFR. Но здесь могут быть другие технологии. То есть, мы подрубаем внешние источники, погода, там, снимки со спутников, часто, история грунта, ну, в целом, снимки со спутников, чтобы распознавать что-то. Все эти источники тоже подключаем. Все это мы скидываем в нашу кавку. Под кавкой здесь, опять же, это просто протокол, как стандарт. Мы все это скидываем. И у нас здесь построен набор, большой набор streaming pipeline. Эти пайплайны, процессы данные клинят, они их enrichят. Откуда они их enrichят? Вот как раз из Digital Twin. Здесь, под вот этим ROM-шестиугодником, я не подразумеваю, опять же, конкретный TO. Это целый solution. То есть, это solution, который в себе агрегирует различные данные из доменов, то есть, конфигурации, SCADA, какие-то доменные сервисы, продажники, клиенты, подписки, вот все, что можно, все о реальной мере сюда собрать. Вот эти вот пайплайны используют эти данные для того, чтобы обогатить входную телеметрию настоящими данными из доменов, то есть, сделать ее пригодной для какого-то дальнейшего анализа и использования. Чистая телеметрия, опять же, вернемся к этому самому базовому кейсу, это максимум какой-то дашборд с тренда. Ничего более. Обогащенная, это уже то, с чем можно реально работать. При этом, эта телеметрия также обогащает Digital Twin, то есть, здесь у нас максимально в этом solution сконцентрировано так называемый Enterprise Touch Graph. Это не просто граф модели, это именно граф знаний, то есть, модель плюс все какие-то возможные инсайты, которые мы смогли собрать в рамках нашего домена, в рамках нашего бизнеса, истории коммуникации и так далее. Все это собрали, все у нас здесь. Дальше. Слой перманентного хранения данных. Здесь у нас куча вариантов. Здесь, в первую очередь, у нас Time Series. Мы не можем обычно им пожертвовать, потому что Time Series, в частности, здесь представлено как TSDB Open. Оно может нам помочь как раз для построения тех самых примитивных базовых даже бордов, но очень быстрых и эффективных. В частности, данные приходят с перебоями. Вот такие вот решения умеют делать аппроксимацию, строить какие-то, заполнять пустые клетки, где данные не приходили. Мы можем примерно посчитать. Алгоритмы Time Series очень оптимальные. То есть, эта история дает нам все это. Второе, это GeoMesa, как пример. Решений таких тоже несколько. Это просто open-source stack, который можно взять и использовать. Это база, которая позволяет делать Geo-индексы. Ну, не только Geo, но в частности Geo-индексы вся ее заточка на это. То есть, мы берем трехмерные, двухмерные координаты и по ним строим, можем реально ковырять. Потому что, это та еще задача, потому что по полигонам, по точкам, это попробую еще по ковырять. Вот эта штука позволяет нам это делать. Все это работает поверх... Не все, еще давайте про Янус-Граф. Янус-Граф это пример графовой базы, которая может быть использована для анализа и для построения Digital Trinx. То есть, графовый анализ вообще очень интересная штука, особенно в IT, я думаю, в ближайшее время войдет в тренд, потому что здесь можно отсечь, посмотреть импакт-анализ, отсечь, например, какой-то госпиталь, посмотреть, как это повлияет на другие госпиталя, которые обмениваются 100% данными, отсечь робота, что произойдет, провести анализ. Здесь можно посчитать зависимости, историю, в общем, все, что можно с графами делать и вот этой парой, это очень хорошее место, чтобы это делать, скажем так, анализ комплексный. Вся эта история, поскольку open source работает над open source хранилищем Cassandra HBSCylla, здесь еще там аккумула, несколько вариантов, но это просто три с наиболее популярных, выбирайте, исходя из своих NFR, каптеоремы и так далее. Над ним опциональный слой Ignite, это вообще, ну, лично мой очень, ну, мой фаворит, я люблю этот тул, он позволяет, а не просто, я на мой взгляд, это говорит, как кэш. Это кэш над всем, при этом это такой себе интерпрайз, Data Integration Hub. В него можно, ну, то есть, если мы используем Ignite, мы, скорее всего, пишем либо вот сюда и подтягиваем для чтения, но чаще мы пишем прямо через него, это как перманентный сторож просто. То есть, в этом графе можно, в графе, в этом хабе можно накапливать данные, чтобы очень быстро, эффективно в памяти делать join, проводить какие-то анализы и выдавать данные на консюнеры. Здесь же можно строить пайплайны, то есть, этот тул предоставляет возможность построения стриминга, пайплайна, там есть квери и стриминга, стриминга квери и слава, короче, потребители данных, которые всасывают грид и выдают куда-то наружу, заполняют какие-то внешние сторожи, например, или каким-то клиентам на endpoint. Очень прикольная штука, но на опционале, потому что не всегда нам нужно такую пропускную способность и строить лишний компонент, чтобы он был, ну, как бы нет еще. Сейчас, стори, сори. Вот, это персистент слой. Снизу у нас, а, также у нас, само собой, это у нас такой не реалтайм, есть у нас реалтайм, который именно на бэке, он связан с хавкой, то есть все эти данные еще вылетают в опу-стрим для реалтайм консюмеров, например, какие-то веб-сокеты, ну, и так далее. Ну, и лейк, куда мы складываем видеокамеры, все фреймы, всю телеметрию, в сыром виде и даже в обработанном, мы все скидываем туда навсегда, потому что вот здесь, по-хорошему, это очень дорогие стори, и здесь хранить все не нужно. Здесь нужно хранить столько, сколько необходимо для конкретных поставленных задач, там, два года, год данных, кому-то полгода, потому что скидывать это бесконечно, можно, но дорого, и никому непонятно зачем. Поэтому в лейке у нас есть все, здесь у нас какой-то датасет, который необходим сейчас. Теперь у нас консюмеры, здесь мы выдаем эти данные после всего, через там хавку на стрим, экзекьюшн, какой-то реалтайм, какой-то стрим экзекьюшн, анализ, здесь комплекс event processing происходит, здесь, возможно, какой-то стриминг ML уже на чистых, красивых данных, обогащенных, если нам нужно. Также у нас есть сервинг в виде опишек, здесь набор опишек под конкретные кейсы, здесь у нас же реалтаймовые опишки на веб-сокетах, которые прям в реальном времени обновляют состояние, если мы говорим о визуализации, то есть у нас 3D-игрушка, где ездит наш робот-трактор, и мы в реальном времени ему подкидываем телеметрию, что у него там бахнул двигатель, и мы его там отрисовали, чтобы красный или горит, ну, условно. Или самый простой кейс на сейчас, это просто рисовать в реальном времени состояние там на карте, на каких-то дашбордах, в общем, какие-то базовые визуализации. И колодный путь, это очень важно, это как раз аналитика, здесь у нас Spark, мы берем все вот эти датасеты, с джойниваем, используем максимально, здесь мы проводим анализ Spark, здесь мы билдим, TensorFlow, опять же, это все как пример, на самом деле, здесь что угодно может быть. Мы делаем наши модельки, AI, нейронные сети обучаем, здесь же у нас ДВХ-часть, это отдельная подсистема, она тут представлена в виде маленького кусочка, на самом же деле, там отдельный целый кусок работы, большой. Они потребляют данные отсюда, тоже строятся там звезды, снежинки и так далее. Здесь же граф и анализ, если хотим, как гремлян представлен. На этом этапе наша платформа в принципе уже способна работать. Здесь у нас есть все необходимое, мы можем делать после обученной модельки пропагетик назад, мы можем делать различные типы анализов, мы можем данные, на данные посмотреть с разных сторон, с разных сторон геопозиций, геодантов, у нас есть данные по связям, у нас есть чистая телеметрия, все это можно сагрегировать, построить очень точно, например, если мы говорим просто телеметрию, мы можем там построить регрессию, регрессион модель, которая примитивно будет предсказывать, что в следующем марте у нас там будет дожди будут условные, и у нас там скорее всего будет слякать, и колеса нужно еще делать, которые по грязи есть. Если мы говорим про связи, то тут условно на каждый сигнал, одна связь, там один сигнал на обучение нейронной сети, и тогда мы можем найти очень комплексные паттерны, по типу, что в прошлый раз в июне у нас загорелся движок, но это же не могло быть связано только с июнем из-за жары, что температура была такая. Могло быть связано с тем, что была кривая прошивка, что была особая кукуруза посажена, что там уклон поля в тот момент был какой-то высокий, и он там перенапрягался, но этого мы ничего из телеметрии не знаем. Вот теперь знаем, и все это можем реально проанализировать. Это уже работает, пропагетится, обновляется девайс, нам не хватает еще одного элемента, вот как раз в Индус 3.4.0. Здесь у нас виртуализация и симуляция. Мы берем нашу модель Digital Twin и полную информацию о том, что мы имеем, полную модель, все это собрали в кучу, отрисовываем визуализацию, условную, опять же, я их называю играми, игру, строим виртуальный environment и даем этому виклу виртуальному поработать в виртуальных, логичная, опять же, тавтология в виртуальных ситуациях, когда у нас поле там бах, резко стало 30 градусов уклон, что с ним будет, назад поедет, или он перегреется, рванет, или еще что будет. Мы ему садим кукурузу с какими-то проплешинами, что будет происходить, как он будет на это реагировать. Таким образом, мы можем реально проводить тестирование будущего автоматизационного софта прямо вот здесь и очень быстро и очень легко. И скорость девелопмента по сравнению с тестированием настоящего викли, я думаю, вырастет года на два. То есть, условно, фича, которая была бы через два года, будет доставлена на два года раньше. Сейчас, ну, условно, сейчас. Вот. Вот в таком виде лично я вижу именно IoT-платформу. Опять же напомню, что вот здесь на Edge тоже целый блок, который просто сюда уже не поместился. Вот это уже платформа. Если сравнить и наложить это на микрософтовское, там, любого паблик-клауда решение, то будет видно, что там не хватает очень большого количества компонентов. И то же самое, вернусь к разговору, что чуваки с Edge или там с IoT-департнета приходят и говорят, да, у нас на Edge все равно. Зачем нам это ваша аналитика? Тоже. Теперь может быть понятно, почему этого недостаточно. Это все там не построить физически. Невозможно. Поэтому вот это реально IoT-платформа. Окей, мы ее построили. Что дальше? Ну, и последний этап. Мы начинаем скейлиться. То есть у нас есть куча роботов, они уже рануют. Мы уже физически, ну, мы можем расширяться, нам нужно успевать процессить данные, успевать делать какой-то быстрый анализ, как можно быстрее, потому что тренд сейчас на максимально low latency. Поэтому мы начинаем действовать следующим образом. Мы разворачиваем локальный environment. Это как раз та причина, почему я выбрал open source-ный стек максимально везде, потому что, когда мы начнем разворачивать по разным инвам, в некоторых ситуациях оказывается, что ажура там нет, где нам нужно, ну и так далее. Поэтому очень может быть в тему в таком кейсе. У нас такой копия всей вот этой платформы, копия бета-центра находится в каждом регионе. И таким образом мы на low latency, мы дистрибьютим и можем скелиться горизонтально прямо уже на уровне инваромента. Единственное, что остается общее, это даталейк и комплексный анализ. Потому что, как я и сказал, ML и дип-анализ, он работает только на большом скеле и на большом объеме. В принципе, на этом все у меня. Артур, я вижу трубку поднял. Я хотел нагадать, что у нас завершилось 15 лэн. Да, да, как раз я и закончил. У меня все, теперь мы можем обсудить вопросы, готовы ответить на все.